Тущую, энергичную и вообще очень уважаемую всем Арифлеймам мира, уважаемую топ-менеджментом компании Арифлейм Наталью Фоменкову. Давайте поприветствуем ее. Встречайте бурными аплодисментами. 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 что любой человек может историю 25 раз на Ютубе посмотреть. Могу сказать, что путь мой не был таким простым, как кажется. Люди всегда видят результаты, ой, погоны, ой, поездки, ой, машины. Но когда встречаю я, например, тех людей, которые видели, как я начинала, как делала первые шаги, как целый год я была на тех же 6%, как я каждый каталог бросала. Я вот так опускала глаза в пол и думала, как же мне признаться моему спонсору о том, что я уже не хочу, я поняла, что это все фигня, что уже поздно, что уже там, куда я каталог не покажу, уже никто у меня его не берет. Ребята, это было 14 лет назад. И действительно, каждый каталог я просто бросала. И спасибо, что мудрый спонсор, она, вы знаете, как бы такой хитростью всегда поступала. Она всегда говорила, что, ну и бросай, ну а что ты потеряешься? Ну и останешься на съемной квартире дальше, и дальше что? Ну и будешь дальше, как бы ты ходить на работу, ну и потом выйдешь на пенсию. Что в твоей жизни? Ничего ты не увидишь. Сиди, бросай. И что ты, говорит, собралась бросать? У тебя бизнеса нет никакого. То есть, может быть, знаете, от обратного, если бы она меня уговаривала, то, наверное, я бы там думала, ага, наверное, я ей нужна, наверное, как бы что-то такое. Вот, поэтому, если вы сегодня делаете первые шаги, самое главное, что у вас должна быть жига, то есть вас должно просто вот этим бизнесом, вы должны быть очень вдохновлены. И одни горящие глаза будут просто делать чудеса. И, вы знаете, я такой, наверное, вот когда мы год назад начали так активно уже осваивать онлайн, у меня была такая, ну, как бы, ну, не ошибка, что ли, а сомнения такие. Думаю, ой, как здорово, в компьютере можно спрятаться. Горят у тебя глаза, не горят, какая разница там. А вы знаете, оказывается, ваше горящее сердце, ваши горячие глаза будут видны в любой социальной сети, в любой фразе и в любом тексте, который вы выкладываете. Вот, поэтому, как бы, я вам желаю, чтобы вы вот этот энтузиазм, вот тот рост, который сейчас идет в вашей команде, чтобы вы сохранили. И я соглашусь с Лизой, что это идет, конечно, больше от спонсора, от человека, который вас пригласил, потому что мы с Лизой действительно, и, как я всегда говорю, что и в радости, и в горести она была со мной, и мы с ней очень большую школу прошли. И каждый раз, когда награждают на конференциях ТОП-15, ну, пока что России, вот, хотя, вы знаете, как бы в свете последней недели в своей жизни могу сказать, что можно и на ТОП-15 мира замахнуться, а почему бы и нет, да, вот, мы всегда стоим с Лизой, как бы, где бы мы вот 3000 на конференции человек, мы глазами уже находим друг друга, подбегаем, вот так вот за ручки возьмемся, и начиная с 15-го по первое место мы стоим с Лизой и всегда говорим, это у нас ритуал такой есть, 15-е место мы, это наше место, 14-е место, Лиза, мы будем с тобой на 14-м месте, топ-15 России, 13-е, это тоже не наша цифра, мы сразу на 10-е, вот, поэтому, ребят, вот, будьте такими же амбициозными спонсорами для своей команды, будьте такими же амбициозными спонсорами для тех людей, которые вы ведете за собой. И, наверное, как бы мы с вами в одной команде, и вот сегодня я очень много буду ссылаться на этого человека, потому что Владимир Полежаев результат номер один не только в Арифлейн, не только даже в мире, но я бы сказала, что во всей сетевой индустрии, и, как говорил Тамила в свое время, что если мы ваши спонсоры, то, значит, у каждого из вас текут наши гены, да, и вы просто уже, ну, как бы, рождены для того, чтобы побеждать, и сегодня я на своем вебинаре буду делиться именно вот этими ценностями, которые заложили вышестоящие спонсоры. Вы знаете, да, есть новые технологии, есть какие-то модные слова, там, какие-то там непонятные слова, жизнь не стоит на месте, и мы стараемся соответствовать, как бы тяжело нам не было, мы учим новые слова, да, новый этот онлайн-язык, вот, но, вы знаете, почему-то вот мы сейчас были в Абудабе, были в мечети, вот, шейха Зайда, да, и заходили там, и нам рассказывали про Коран, нам рассказывали про, как бы, то, как украшена эта мечеть, да, какие потрясающие люди строили ее, и почему-то вечные ценности, согласитесь со мной, да, вот, ну, поставьте пятерочки, если вы согласны, что мир меняется онлайн, онлайн, ну, как бы, есть вот эти книги, есть ценности, которые незыбленные, и с годами они не меняются, и поэтому какой бы онлайн ни был, чтобы какие бы мы с вами морковки, сосиски, все, что угодно мы с вами не строили, мы должны понимать для чего, зачем и как это все это, законы одни, вы знаете, я в свое время вспоминаю, что когда я пришла, вот это моя спонсорская команда, видите, мы так шутим, сейчас вот была новогодняя встреча бриллиантового клуба Москва-Сити, Москва-Сити самый крупный филиал вообще в России, вот, и так получилось, что вся моя спонсорская цепочка приехала на этот бриллиантовый клуб, и мы все построили, я говорю, нет, давайте не просто сфотографируемся, давайте вы каждый будете пальчиком показывать и скажем, а одна поменкова работает, да, но это, конечно, шутка, бесполезно мериться, кто больше работает, но вот я в команде Елены Шубиной, вот здесь Ирина Валентиновна Шубина, потом у нас исполнительный директор Галина Воронина, сегодня топ-15 России, Сергей Рачковский, который тоже небезыцветный, Марина Константин-Воеводич, Елена Корсун, и вот она я, как бы, сегодня у вас в гостях. Вот это спонсорская цепочка, чтобы, как бы, если вам интересно, в какой я команде работаю. Так вот, одно, ну, я сама выросла на мероприятиях, потому что у нас Сергей, он такой, как бы, тоже зажигалка, очень веселый, вот, и мы выросли на мероприятиях. И вы знаете, вот я на сегодняшний момент абсолютно точно уверена, что люди, сидя в своих гаджетах, да, сидя у своих этих телевизоров, где с утра до ночи показывают какие-то страшилки, и я не знаю, у кого еще остались телевизоры, у меня, например, дома один, но я его не включаю, если включают, то только канал культуры или вот какой-нибудь National Geographic, так, да, вот, поэтому люди соскучились по нормальному общению, и даже если вы работаете онлайн, то вы знаете, что все равно все онлайнщики обязательно собирают и тусуют своих людей. И на сегодняшний момент мы продолжаем это делать. Вы видели, мы вначале показывали ролик, мы на эти мероприятия приглашаем телевидение, и вот в этом году даже получили награду, что у нас самое лучшее мероприятие было в Серпухове, 700 человек мы собрали, кризис, нормально. Вот, причем, знаете, вот смешно, на следующий день в этом же зале должен был выступать Киркоров, и его концерт отменили, потому что не продали билеты. Вот она сила Ари Флейм, вот почему сегодня люди идут к нам, потому что мы не только песни поем и сказки рассказываем, братьев Гримм, мы с вами показываем реальные результаты, мы действительно меняем жизни людей, да, вот так интересно, мы представляли команды, каждый директор выходил там со своим флагом, звучали истории новичков, в общем, было так очень круто и здорово, и, конечно же, и салюты, и молодежное движение было у нас в гостях, у нас тоже молодежи очень много. В общем, мы продолжаем и обязательно проводим мероприятия. Вы знаете, что в этом году компания Ари Флейм празднует 20 лет Ари Флейм Россия, и наверняка в ваших городах, да, в вашей республике обязательно будут такие мероприятия. Я вам желаю, чтобы к вам и Магнус приехал, потому что будет джет-тур, да, и как бы все шведы будут путешествовать по всей России. И это классика, и без этого никуда. И, конечно же, на этих мероприятиях мы снимаем видеоролики, мы снимаем интервью, мы фотографируемся, потому что я всегда говорю там мужу своему, мне нужно новое платье, опять мероприятие, мне нужно новое платье, мне нужно новое платье, почему? Ну, потому что у меня фотографии в этом платье уже есть, я не могу выкладывать в соцсети, как бы, что вот везде все одно-то, да. Вот, поэтому, конечно, эти мероприятия, они помогают нам быть в форме, нарабатывать материал. Вот за эти 2-3-4 часа мы столько сделаем съемок, столько фотографий, которые помогут нам показать именно что стиль жизни Арифлейн. Сегодня очень модно слово «сообщество». И если вы путешествуете там по сайтам в интернете, лазите, то практически все бренды сегодня, которые так хотят развиваться, они все говорят о сообществе. То есть мы предлагаем не просто косметику, мы не просто предлагаем там продукты здорового питания, и даже не работу и не деньги. Мы предлагаем людям какую-то общность, общность идей, общность взглядов на жизнь. Потому что я когда вот приезжаю на конференции, я говорю, господи, вот русские люди строили-строили там Советский Союз, строили-строили коммунизм, а шведы взяли, придумали Арифлейн, и вот тебе и Советский Союз, и коммунизм, да. Все страны сидят. И не важно, какие конфликты, мы вне политики, мы вне каких-то разборок, санкций и всего остального. И когда ты видишь, что все 15 республик, там, все страны мира чествуют и стоя аплодируют, и не важно, какой вы национальности, то понимаешь тогда, что этих людей объединяет нечто большее, чем просто косметика, да. И мы, скажем так, до сих пор, несмотря на то, что как бы, ой, казалось бы, каждый день вебинары, ну зачем еще собирать людей, там, и выездные какие-то делать. Ну никогда вот не замените никакой вебинар, когда вы три дня потусуетесь. И я вспоминаю, когда вы к нам из далекого Дагестана приезжали к нам в Серпухо, в Лужки. Это такие были незабываемые встречи. Я до тех пор, между прочим, показываю фотографию, где мы с вами, где я на аккордеоне играю лезгинку, а вы там ножи, там кто-то ножики взял, и мы там так наяривали, да, там, и ребенок у меня там тоже эту лезгинку танцевал. Вот, ну на самом деле это было так классно, и мы до сих пор проводим семинар, вот у нас буквально в апреле будет. Я от всей души, вот честно, целую неделю хожу, ну сейчас пользуюсь кучем, целую неделю хожу, и думаю, как же мне написать кусун. Еще нужно такой ей пообещать, как бы, чтобы пригласить ее на наш семинар в качестве спикера. Вот, потому что, вы знаете, очень здорово, когда вы любите, уважаете и цените свою спонсорскую ветку. Но еще очень хорошо, когда у вас есть менциальные спонсоры, когда у вас есть связи, когда у вас есть друзья, как бы справа, слева, с которыми вы поддерживаете отношения, и которым вы в любой момент можете позвонить и сказать, как бы, ну как у тебя каталог, как идет сейчас, как акция, выступи у меня на вебинаре, а вот скажи вот там, подскажи, да. Вот, поэтому зачем нам нужны такие вебинары? Они нам нужны для того, чтобы вот эти связи, вот эти связи наращивать, да. И я от всей души, как бы, вас всех приглашаю тоже к нам на семинар. И вы знаете, что скоро, буквально через год, в 2017 году компания Reflame будет праздновать свой юбилей. И я не знаю, слышали ли вы, нет, что принято в Reflame к юбилею компании делать новое звание, а желательно и не одно. И очень многим директорам, новичкам, менеджерам в своей команде я подарила мечту. Я обожаю дразнить, я обожаю совращать. Что я обожаю? Я обожаю людей заставлять чего-то хотеть в жизни большего. А Reflame – это больше, чем ты ожидаешь. Но вы знаете, вот в Reflame сбываются не просто мечты, а еще сбываются мечты, о которых вы не мечтали. Вот я вам хочу сейчас тоже всем подарить мечту. Когда компании было 40 лет, основатели компании, они являются правой рукой королевы Сильвии, королевы Швеции Сильвии. И, естественно, с позволения ее величества, королевы Сильвии, компания Reflame устраивала гала-ужин в Нобелевском за месяц дворце Сокгольма. Понимаете, люди жизнь отдают для того, чтобы придумать какое-то достижение, чтобы туда попасть. А у нас с вами есть возможность у всех попасть. Вот я знаю, что еще ничего не объявляли, ничего не известно, но когда я попала на ужин в Нобелевский зал, когда у меня появилось там первое украшение там с бриллиантами, потому что я понимала, что я иду ужинать с королевой, я не могу какие-то там пластмассовые фигнюшки там одеть. Да, то есть это было незабываемо. И в конце нам вышел Магнус и сказал, встретимся через 5 лет на 45 лет компании. Ребят, как вы думаете, что сказал Магнус, когда в 45 лет мы встретились с самой лучшей лидером мира, 500 человек, в этом Нобелевском зале, королевой Швеции Сильвии. Что сказал Магнус? Он, конечно же, сказал до встречи на 50-летней компании. И вы знаете, я вот вам хочу пожелать, чтобы каждый из вас сегодня свой список желаний дописал, чтобы вот побывать, поужинать в Нобелевском зале. И почему здесь стоит еще цифра 15? Потому что именно в этом году, да, мы с компанией такие идем нога в ногу, моя команда будет праздновать 15-летие. И для меня это будет такая большая веха. И я, конечно, очень хочу показать хорошие результаты к этому 2017 году. Для меня это очень важно. И результаты не только свои. Для меня это как бы на сегодня второй план. Для меня показать результаты вас, ваших новых людей, да, новых менеджеров, бриллиантов, золотых директоров. И это для меня, ну, как бы сегодня такая цель. Я иду к ней прям вот маленькими шашлочками, потому что я вижу четко, что это может быть. И у нас вот такой проект. У нас называется он «Перезагрузка». Мы объединились совершенно как бы параллельными ветками. Мы все, правда, полежайские. И вот ведем тоже вебинары, осваиваем онлайн. И как бы делаем все, чтобы к юбилею компании у нас были результаты. Ну и как бы я не удивлю никого, что вы понимаете, что сейчас как бы кризис. И что мы, приглашая людей, сегодня говорим, о чем мы говорим вообще, вот когда даже здесь, в Москве, да, людей сокращают повально. Я живу в городе Чехов. Это маленький городочек. И вот буквально сегодня была встреча. И директор спорткомплекса Олимпийской говорит, я за месяц сократила 80 человек. Представляете, 80 семей остались без работы. 80 детей, как минимум, а может быть и 160, как бы, может быть, даже не получили новогодние подарки, или, ну как бы, что-то гораздо меньше. То есть кризис, он с каждым днем только усиливается. И поэтому, когда мы сегодня делаем предложение, пожалуйста, вспоминайте не только о каких-то мелких моментах, там дисконт, или какие-то акции, или какие-то чемоданы. Но я уверена, что ваша команда не делала бы такие космические результаты, если бы звали людей там только на простые вещи. И, вы знаете, вот я такую поставила себе задачу, я, ну, анализировала, как сейчас изменился рынок за последние полгода. Потому что в моем окружении очень много людей, предпринимателей. Я вижу, как они из одного здания переезжают в другое, там, более дешевое. Кто-то закрывает офисы, кто-то разоряет. И я разговаривала, и просто понять, чтобы понять о том, о чем сегодня с людьми говорить. И я просила и обычных людей, и предпринимателей, я задавала простые вопросы. Слушай, скажи, пожалуйста, вот 2015 год, ты вообще почувствовал, что сложнее ли стало деньги зарабатывать? Что нужно делать сегодня, чтобы вот тот доход, который ты имеешь, его не потерять? А можно ли что-то такое сделать в кризис, для того, чтобы этот доход вырос? От кого сейчас зависит будущее твоей семьи? А что дает тебе твоя работа? Есть ли у тебя гарантия, что ты завтра на своей работе или в своем бизнесе получишь тот же самый доход? Знаете, это правильно составленные вопросы, которые позволяют отвечать, там, не да, нет, не знаю, односложно, а вопросы, которые позволяют, там, моим собеседникам чуть побольше раскрыть. Потому что мне же задача какая? Как бы слушай, что люди говорят? Вот, поэтому вот эти вот вопросы, они помогли мне в первый уровень зарекрутировать очень мощных таких людей, да, то есть притянуть в команду интересных, совершенно новый пласт, даже предпринимателей и обычных людей, которые занимают какие-то посты, которые в жизни уже состояются. Вот посмотрите, что люди отвечали. Люди говорили о том, что обычные люди, да, сейчас говорят, что стало вдвойне сложнее зарабатывать те же самые деньги, что нет никаких гарантий, я в любой момент вообще без работы могу остаться. И люди говорят, вот на третий пункт, обратите внимание, надо мне найти еще одну работу, и в этом году я сто пудов никуда не поеду, ни в какой отпуск, и я в этом году буду работать без выходных. Это для того, чтобы сохранить, ведь говорю, аж прям, эти мурашки, блин, бегут по стене. Это только для того, чтобы сохранить тот доход, который человек имел в 2014, да, в 2015 году. Работа – это тупо деньги, больше ничего. Я ни на что не влияю, и вся моя жизнь как бы относится только к работодателю. Но вы знаете, я хочу сказать, что ответы предпринимателей меня потрясли, может быть, не меньше, чем обычных людей. Когда люди, которые пришли, которые уже изменили свое мышление, которые преодолевали трудности, там, как бы, разного рода, да, то есть взяли ответственность, и они сегодня говорят и отвечают так. То есть я во многих глазах увидела тоску, я во многих глазах увидела реально страх и разочарование, потому что они уже не загонишь их на обычную работу от звонка до звонка. Но они сегодня тоже не видят выхода из этого кризиса, да. Сейчас почти нереально получать тот же доход, как и вчера. Мне приходится сокращать сотрудников. Я не могу, как бы, увеличить свой доход, потому что мне нужны либо дополнительные инвестиции, да, какие-то там сайты, какие-то еще что-то, которые в итоге меня могут и разорить. То есть я сейчас, как бы, выжму какие-то деньги, вложу и вообще останусь безо всего. Вот. Поэтому люди говорят, что я без помощников, без тех буду работать 24 часа в сутки. И это действительно наводит на какие-то мысли. И смотрите, что отвечают наши предприниматели. И, вы знаете, ответ на первый вопрос о том, что любой бизнес сейчас вести, в том числе и бизнес МЛМ, неважно, в офисе или в интернете, однозначно ложнее. Да, сейчас нужно работать только не больше, а эффективнее. Сейчас другие технологии. Сейчас нужно позволять тебе, как бы, другими мыслями, ну, как бы, вообще рассуждать, да. Только я решаю, сколько я могу зарабатывать, да. Только я решаю, кто будет моим партнером и какой доход я буду позволять. И, вы знаете, я вот сделала вывод, что только как бы предприниматель для Арифлея вообще ногой дверь открывает и абсолютно уверенно смотрит завтрашний день. И вот я хочу поделиться с вами, что вот я многим сегодня говорю там в своем окружении, что я сегодня живу с предвкушением. Не со страхом, а живу с предвкушением. Потому что, да, впереди юбилей, впереди, конечно, как бы в нашей стране у нас все не предсказывают, мы вообще не знаем, что дальше. Но если мы говорим об Арифлея, если мы говорим об этой компании, то абсолютно наш партнер настолько конкурентно способен, настолько идет в ногу со временем, что, ну, нет вот ни одного пункта, который бы меня разочаровывал или ввел в какое-то сомнение. Итак, ничего не зависит от меня, все зависит от меня, но нет никаких гарантий. Только я определяю свое будущее, да, и я могу повлиять на него. Вот, поэтому почему вот есть пару аргументов, как бы, которые, которыми хочу поделиться. Вот мы живем в Чехове буквально, ну, полтора часа, там, час-десять езды на Гинск, да, и вы знаете, какое производство открыли, и я не буду рассказывать, может быть, даже ваша команда приезжала на экскурсию, да, все там открыто, можно посмотреть. Но вы посмотрите, какие планы в компании. То есть, если в 2015 году 20 миллионов позиций декоративки было выпущено на этом заводе, и 8 миллионов средства личной гигиены, да, мыльно-рыльной, как мы шутим, то посмотрите, кризис, все плохо, все стоят, но почему-то шведы на 1 миллион позиций больше запланировали декоративной косметики, знаете, кризис губной помады, когда женщины, пусть у нее в холодильнике мышь удалилась там, да, пусть кофточка там не новая, но помада должна быть всегда в косметичке, и никто не будет знать, что у меня в холодильнике лежит, да, вот, поэтому наши с вами вот эти товары широкого потребления, они сейчас будут наоборот, как бы обороты набивать. И 23 миллиона, посмотрите, компания запланировала в 3 раза увеличить, в 3 раза увеличить производство, да, средств личной гигиены. И когда помада, которая выпускается в Ногинске, я вот так представляю, женщина в Бразилии берет нашу с вами помадку, открывает ее, на ней написано Made in Russia, и она гордится, когда на конференции в Абудабе говорили про завод в Ногинске, про планы, которые шведы по развитию этого производства озвучили, да, какие инвестиции и так далее, то ребята, весь мир вскочил, вскочили китайцы, вскочили бразильцы, вскочили индонезийцы и стоя хлопали, что вот такие вот компании делают инвестиции, вот такие планы. Поэтому, ребята, у нас тылы офигительные, просто офигительные. И поэтому, ой, кстати, это я просто так как бы сделала, да, вот когда запускали как это, вот эту линию, то нам с Лизой подарили вот такие гели для душа, именные, где написано «Уважаемый партнер, вы являетесь обладателем уникального продукта, который произведен на самом крупном производственном логистическом комплексе «Арифлейм» в России, вот, одно из самых первых объектов, который получил зеленый сертификат в соответствии с самыми строгими экологическими международными стандартами. Особая гордость, что он расположен в России, производит продукты высокого качества для всей семьи. И это первая партия, видите, партия 001 и продукт номер 13. Это значит, что в филиале я занимаюсь 13-е место. У Лизы, наверное, крутой, там, здесь какой-нибудь пятый-шестой, там, Лиза, какой у тебя номер геля? Вот, это вот такая шутка, действительно, это, это «Арифлейм», это «Нагинский», это здорово, мы растем. Что же, как бы, от нас, как от партнеров ждет компания «Арифлейм»? Конечно же, она ждет, что мы будем не только продвигать бизнес, как бы, но и продвигать продукцию. Но вот те продукты, которые они нам за последний год предложили, да, за последние годы, я считаю, что это практически новый «Арифлейм». Когда сегодня иногда я разговариваю с людьми и задаю им вопрос, а вы слышали про «Арифлейм?»? Да, я даже был когда-то, а я такая, знаете, когда только не сказали, что было, или знаю, или слышала, я говорю, подождите, а вы в каком «Арифлейме» были? Где косметика была? Да, о, да вы что, сейчас уже другой «Арифлейм», еду мы продаем, да, у нас сейчас аптеки свои. И вот хотела поделиться, меня буквально в том году приглашали в другую теперь страну, да, на международный такой семинар, это называется «Белоруссия», да, теперь, вот, так вот я была в Белоруссии, и по законодательству Белоруссии у них не продают «Велнос» в заказах, как у нас с вами, только через аптеки, да, и там, по-моему, 17 аптек в Минске, которые продают «Велнос». И я, вы знаете, как бы, вот кризис, никому ничего не надо, денег нет, «Велнос» дорогой, слушайте, у белорусов там вообще так как бы такая нищета. И вы посмотрите, как бы, я сначала пришла, никого нету, потом смотрю, как бы, к открытию аптеки собирается народ, и когда я в 10 часов увидела очередь, человек 300 в аптеку, у меня просто, вы знаете, у меня был шок. Вот. И еще один такой прикол, ну, как бы, даже это не прикол, а интересный такой момент, что они все стоят, люди мимо проходят, вот так вот смотрят, ну, представьте, в наше время очереди. Вот. И когда они подходят, а по белорусскому законодательству они не имеют права рекламировать, более того, если вот человек подойдет и посмотрит, как бы у сотрудника спросит, там, что они покупают, он говорит, ничего, нельзя там, это закрытая информация, это закрытая, а представляете, что про это нельзя говорить, нельзя говорить, что там продают, а представляете, что такой человеку нельзя, если нельзя, значит, он очень хочется. И вот я представляю, что вот эти очереди, это не будет такой, как бы, крутой рекламы, Закрутинг там идет у них, это просто что-то. Поэтому, представляете, какой у нас Арифлейм, какая дикая популярность очереди за велносом в аптеке. Поэтому, ребят, все зависит от вас. Вот вы как бы запустите этот механизм, у вас должно быть видение, у вас должно быть жига, жига, желание. И, конечно же, под педячую попу долом не подсунешь, поэтому надо действовать. И вот сейчас, как бы, я могу точно абсолютно сказать, что моя самая главная фишка, что, ну, как бы, я не теряю свой позитив никогда. Мне даже близкие люди, да, которые живут там со мной, говорят так, что меня уже тошнит от твоего позитива. Вот, так что, вы знаете, действительно, если у вас все плохо, не отчаивайтесь, это временно. Если у вас хорошо, не радуйтесь, да, это временно. Поэтому, в любом случае, как бы ни сложилась ситуация в 16-м году, как бы ни развивалась наша с вами команда, вот этот настрой, вот такой вот, вот такую улыбку, да, даже есть искусство, вы ее должны одеть и пойти вперед. Между прочим, это моя фишка, и это то первое, чему я научилась. То есть, вы знаете, как бы, один из моментов истории, в день моей регистрации, вот прям 29 сентября, в день регистрации, я получила папочку, получила номер, и именно в этот день мой муж попал в автокатастрофу. То есть, это было жуткие, там, переломы от головы до кончика пятки. И, вы знаете, как бы, через неделю я попала в соседнюю палату с аппендицитом, еще через неделю я потеряла паспорт. То есть, с прихода Мари Плея в мою жизнь у меня просто началась катастрофа. И то, чему я научилась здесь, как бы, с первого дня, мне спонсор говорит, ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Дома оставляешь все проблемы, да, вы поверьте, что не важно, какой вы новичок, или вы дважды бриллиантовый директор, у вас всегда будут трудности какие-то в жизни, понимаете. Я всегда вот смотрю, например, там, на Магнуса, я думаю, слушай, он что, не болеет, у него что, родственники не умирают, он что, там, как бы, у него там нет каких-то конфликтов в семье. Но человек, который оставляет все свои проблемы дома, одевает улыбку, как бы, идет вперед, да, поэтому, как бы, это моя фишка, это то, что помогает мне двигаться вперед. И, конечно же, мы говорим о классике и о том, что пять лет назад мы думали, как нам работать, там, на теплом рынке или на холодном, вот, выходить там на промостойку или не выходить. И очень многие, вот, потерялись в выборе, знаешь, как бы, стояли-стояли в раскоряку, и в результате так и останет стоять. А кто-то вышел на промостойке, а кто-то вышел показывать каталоги, задавать вопросы, не постеснялся, и он пошел вперед. И, вы знаете, сегодня та же самая ситуация. Сегодня все встали в раскоряку и спрашивают, а нам к умным или к красивым, а мне вообще, что, разорваться, что ли, да, как бы, мне онлайн или офлайн? Да, ребята, нужно грести двумя веслами, и желательно быстрее, еще желательно моторчик сзади приделать, как бы, да, и быть штурманом, да, достать карту и вот так вот этими всеми процессами управлять. Вот я сегодня всей своей команде говорю, делайте то, что у вас получается очень хорошо, онлайн, офлайн, двигаемся вперед, гребем двумя веслами. Если у вас есть команда, значит, работайте и в команде, и самостоятельно. Если у вас, как бы, вы только пришли и только начинаете, сделайте так, чтобы у вас появилась эта команда. А в команде уже роли сами распределяются, и люди сами поймут, кто будет продавать, кто будет в онлайн, кто в офлайн. И изменился тот подход, который, на который я сегодня зову людей. Конечно, может быть, для Дагестана это не те деньги, хотя я уверена, что и у вас есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги, да, там, пусть это работа будет, или бизнес, который приходит, приносит доход. Вот, и буквально вот сейчас я была на встрече, и женщина мне говорит, у меня зарплата 100 тысяч рублей, да, ну, как бы, раньше я показывала эту табличку, и в ней было так, как бы, работа 10 тысяч рублей, бриллиантовый директор, там, это минимум, самый нищий бриллиантовый директор, да, вот поэтому хочу сказать, самый нищий бриллиантовый директор 100 тысяч рублей. Вот, то сегодня, конечно, мы говорим о том, что, да, ты идешь в отпуск, а, да, тебе разрешить начать, вот, ты здесь свободен, и ты можешь поехать в тот же отпуск, совершенно бесплатно, на конференции. И вот эта свобода, которую не купишь ни за какие деньги, и у нас не начальник, а наставник, и когда пробежит, поверьте, быстро пробежит время, как буквально одна страничка перелеснется, и вы поймете, что, ой, уже 40, ой, 50, а вот уже пенсия, и было бы здорово. А вы знаете, если на этой встрече присутствуют люди, кто 67-го года и младше, то, ребята, у нас вообще никакой пенсии не будет, кто вообще об этом слышал, вы задумываетесь? Да, государству выгодно умалчивать, да, государству выгодно было не рассказывать всем, чтобы до 30-го числа там надо заявление написать было там какое-то, чтобы пенсии там начислялись и так далее, и так далее, да, вот. То есть, ребят, никакой пенсии у нас не будет, и если вы сегодня не позаботитесь об этом, то завтра уже будет поздно. Поэтому это меня тоже очень вдохновляет и мотивирует, я тоже об этом разговариваю с людьми, я открываю им глаза, потому что они живут в этих шорах и надеются о том, что они сегодня зарабатывают 100 тысяч рублей и, как бы, ни в чем себе не отказывают. И сегодня они из-за тебя сократились, и ты вообще начинаешь, как бы, все с нуля. Делай то, что положено, и будь, что будет. И, как бы, я сегодня против фальшивых ценностей, я сегодня за все основы, которые заложили нам с вами наши спонсоры. Ну, если мы говорим о каких-то фальшивых ценностях, то, ну, я, наверное, не буду их перечислять, вы видите, на что очень часто пытаются позвать, как бы, ворифлеев. Ой, не надо раздавать каталоги. Ну, как бы, ребят, ну, это, конечно, страхи людей, но я бы вот не шла бы, я бы шла бы от обратного, да, я бы, наоборот, сказала что-то, наоборот, в пользу нашей компании, да, что придало бы людям уверенности, даже о том же заводе, который развивается и в три раза увеличивает свою мощность в кредит, да. Как бы, ой, ничего не надо делать, мы сами под вас там все это подпишем. Да, господи, ну, какое, что само может строиться, ребята, само только с горы. А если вы в горы, то само ничего не будет, вы понимаете? Вот вы докатите это до горы, а потом, может, уже и будет само. Вот, и так далее, и так далее. То есть я вот это все, как бы, зачем вот такая дешевая, дешевая, такой популизм, как бы. Поэтому я расскажу о тех ценностях, на которых мы выросли, и которые я считаю, как бы, я пропагандирую сегодня в своей команде. Причем, знаете, как бы честно признаю, что какое-то время мы об этом забыли, да, какие-то там дисконты, какие-то подари-подары другу, там еще что-то. Нет, это все работает. И, между прочим, хочу сказать, что 50% людей, вот если кто-то еще сомневается, у нас был семинар, и нам дали такую статистику шведы, что на что же люди присоединяются? Вот четко, когда там было даже, знаете, как 49 и 51, вот типа такого, ну, в общем, 50 на 50. 50% людей будут реагировать на все-таки наш продукт, на скидку, на дисконт, да, вот, а 50% будут приходить на бизнес и на работу. Здесь очень в равных количествах. Но если говорить о методах, они все хороши. Вопрос в том, как строится этот бизнес, на что зовете, какие ценности вы пропагандируете своей команде. Разговариваете ли вы о лидерстве, разговариваете ли вы о плане успеха, о мечтах, о возможностях? Вот что пропагандирую сегодня я. И, конечно, знаете, вот мы сели в офис и решили посчитать современные методы работы. У нас их получилось более 50. И когда мне сегодня люди говорят, ой, что-то я не знаю, как приглашать, я, наверное, пойду, там, постою на стойке. Слушайте, ну, сегодня на стойке, завтра дождь пошел, у тебя должен быть запасной метод. Ты сидишь в офисе, там, зубы, в больнице зубы лечишь, у тебя еще один метод. То есть вот эти вся классика, список знакомых, промо-стойка, объявление, подарить подарок другу, приглашение на всякие мастер-классы, работа со старыми каталогами, с листовками разными, конечно же, социальные сети, какие-то блоги, кому повезло, сайты. Вот, да, обзвон, разный обзвон, там, справочника, желтые страницы, смс-обсылки, приглашение на дегустацию, на завтраки. Ребята, у нас работает все. Конечно, что-то приедается. Конечно, когда у нас там в городе 70 тысяч населения, мы кормим-кормим велосом, кормим-кормим, всех накормили, кажется. Чего-то народ не идет. Давай взвешивать теперь. Мы же накормили. Взвешиваем, 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 всех взвесили. Давай теперь мазать. Мажем-мажем, мажем-мажем. Всех намазали. Давай теперь деньгами, да, то есть как бы, ну, стараемся. И вот я буквально могу сказать, что у меня абсолютно по каждому пункту есть человек, который там либо менеджер, либо директор. Вот у меня сейчас девочка, по-моему, она здесь сидит на вебинаре, она всегда начинает свою историю с того, что говорит, а я пришла из почтового ящика, да, ну вот тебе, пожалуйста, как бы, ну, значит, это работает. Человек-директор был на банкете, был на менеджерской конференции, и она пришла из почтового ящика, как бы, не 385 лет назад, да, как бы, да, Женечка Крымкина. Вот. Еще методы какие, как бы, и волос-клуб, домашние кружки, да, вот нам показывали китайку в Абу-Дабе, которая сделала 8 званий, и она работает с домашними кружками, проводя эксперт-сессии по-набейдж, вот по этому дорогому продукту, да, как бы, дорогой набор таких, это, здорово-быватого крема, да, который у нас сейчас есть. Вот. И вот эта китайка, она показала фотографии, ребята, да это вообще какие-то там стены обшарпанные, люди сидят за каким-то столиком там, используют эти продукты. То есть, смотрите, как бы, люди, даже, может быть, без офиса, без еще что-то, просто домашними кружками, люди делают много. Я представляю, сколько она провела этих мастер-классов, сколько, но я понимаю, что их там миллиарды в Китае, как бы, не так, как у нас в Чехове. Да, был бы у нас в Чехове миллиард, мы бы тоже, наверное, 8 званий сделали бы. Вот. Но, тем не менее, как бы, у нас есть другие инструменты, и мы ими работаем. И еще, посмотрите, как бы, да, и тестирование ароматов, и дисконтные карты, и лотереи, и телевидение, ну, все что угодно, я могу это бесконечно. Вопрос в том, ребята, а что мы с вами строим? Ну-ка, быстренько в чате такой опросик отреагируйте. Вот какая профессия, какие две профессии вот здесь вот я изобразила? Вот я знаю абсолютно точно, что у нас есть мужчины на вебинаре, пусть нам они помогут. Какие две профессии изображены на этих, вот, строителей, вот кто-то говорит, моя профессия, как бы кто-то увидел строителей, кто-то увидел архитектора. Вот. Вы абсолютно правы, что на этой картинке изображен, дизайнер даже. Вот. Значит, да, строитель и архитектор. Абсолютно правильно. Вот. И кто-то уже понял, как бы, в чем фишка, да, что я этим хотела сказать, что действительно, вот, и тот, и другой занимаются строительством. И мы тоже с вами строим наш бизнес. Только посмотрите, как бы, строитель – это древние профессии, которые включают в себя большой спектр узких специальностей, да, то есть только, как бы, кто-то только обои клеит, кто-то только, там, как там, я не знаю, там, циклюет полы, там, бетоном заливает, там, не знаю, кто-то по дереву работает и так далее. И, естественно, больших денег можно заработать, если ты супер-мега-профессионал, если ты прям какой-то краснодеревщик, если ты какой-то там еще что-то, да, то есть это, и, как правило, вот такое образование. Но наша с вами задача – стать архитектором, да, то есть, как бы, в гречески переводится «главный строитель», то есть это специалист, который делает сметы, который видит не просто, как бы, здания, который видит, как бы, и сантехнику, и электрику, и с точки зрения физики, и геологии, чтобы это там не трясло, и там еще что-то. То есть это человек, который обладает знаниями во всех областях жизни. И мне очень нравится это сравнение, и мы с вами должны быть архитекторами, потому что никакая морковка без спонсирования не будет давать результаты, да, как бы, никакие команды без лидерства, да, без психологии, без команды образования, без мероприятий не будут развиваться. И все это очень важно. И, конечно, когда мы говорим об архитектуре бизнеса, да, как бы, архитектором бизнеса быть, то я сейчас не буду перечислять, но просто прям вот ЕГЭ провожу в своей команде, а помнят ли они о семи видах дохода? Я говорю, в два часа ночи тебя разбуди, и ты должен рассказать про семь видов дохода в рефлей. Это очень-очень важно. Абсолютно точно знаю, я говорю, что когда мы в последние года работали, там, и на промостойке, как бы, мы про один вид дохода разговаривали, да, как бы, семь, люди начинают сочинять, люди начинают, ну, как бы, забывать. И вот у нас вчера, не вчера, как бы, в этом, ну, недавно, скажем так, в Чехов приезжал, полежает, у нас была личная встреча, мы чуть не до утра сидели, с ним общались, и когда мы попросили его, там, Владимир, вы вот такой результат, расскажите свою презентацию, как вы сегодня рассказываете. Володя взял бумажечку и говорит, а я вам сейчас расскажу про семь видов дохода. Вот, поэтому это классика, и это нужно знать, и об этом нужно рассказывать, и делать так, чтобы наши люди знали. Я это сейчас опять начинаю все проговаривать. И, конечно же, когда мы говорим об архитектуре, нужно понимать, какую команду вы строите, какое здание вы хотите. Мне как нравится название вашей команды. Империя роста. И я вот сразу представляю, не вот этот сарайчик, да, который здесь на четырех кирпичиках стоит, а вот это вот здание. И вот фундамент комплекса Москва-Тити было в битах 264 сваи диаметром 2 метра. Представляете, какие огромные, вот для того, чтобы это здание удержать. Ребята, а сваи – это как раз лидеры. Сваи – это как раз те люди, которые благодаря вашему обучению, благодаря вашим бессонным ночам стали зарабатывать и построили такой мощный бизнес. И вот я абсолютно точно знаю, что Лиза – супер-мега-архитектор, да, и ваши директора, они тоже очень опытные люди. И как раз вот их задача – построить вот такое большое здание, чтобы никакой ветер, никакие катаклизмы не смогли что-то сделать там с нашим бизнесом. И сейчас подгапить 8 принципов построения структур, которые я вот сегодня, о которых я говорю. Я говорю сегодня о том, что вот как бы в своей команде мы говорим о классике, и мы строим по три команды. Когда мы были в Абудабе, у нас было выступление трех девушек из Индонезии. Одна выступала на семинарии, две на эксклюзивной встрече вечером перед артисткой филигаты. Одна из них строит две команды, другая строит три команды, то есть по три команды. А когда стала выступать третья команда, третья женщина, она строит четыре команды. Мазус не выдержал, выбегает и спрашивает, как бы, ну как бы, ладно, ну ты вот там строишь две команды, понятно, золотой директор там, ну ты три, ну да, вот половина бриллианта, как бы вот все это, легко управлять, Бог любит, строится там как хочет. Вот. Ну ты-то четыре, почему? А она отвечает. Ну потому что, когда новый человек меня спрашивает, вот я зарегистрировался, а где мне брать людей? А ты им говоришь, да люди рядом, вот север, юг, запад, восток. И везде есть люди. Поэтому четыре, как бы вот четыре же, вот страны света, и везде есть люди. Поэтому вы знаете, как бы, кто-то две, кто-то четыре. В вашей команде свои законы. Сегодня я рассказываю о том, как мы это делаем, и о чем мы говорим. Второй принцип, это то, что в каждой из этих веток, колбасок, морковок, должны происходить какие-то активности. И я говорю, что если вы не управляете, если вы не развиваете этот бизнес, то до третьего поколения он будет расти как-то еще спонтанно. Ради какого-то чемодана, ради какого-то там скидки, я не знаю, там еще что-нибудь там светодиодного, сейчас все балдеют от этого светодиодного какого-то там лампы какой-то там, да, разными цветами. Вот, кто-то ради лампы пригласит. То есть, до третьего поколения будет расти спонтанно. И только в глубину придется копать самому. Это большой труд, это потери, это бессонные ночи, это как бы тяжело, никто не обещал, что это будет легко. О чем еще говорил нам Полежай? Вот те принципы, которые он пропагандировал 20 лет назад, 10 лет назад, это все сейчас строится, что да, я строю, ты смотришь, да, то есть, ну, как бы, что это значит, что я рассказываю презентацию на вебинаре, в офисе, на чайной встрече, да, вот, пожалуйста, да, что смысл какой, что три веточки, и в каждой веточке должны происходить активности. Все, успели? Идем дальше. Принцип дубликации, что первое, как бы, нас всегда полежаев рассказывал, что в принципе, американского солдата, да, бери больше, кидай дальше. Вот, приходишь ты в армию, вот смотри, я копаю, как бы, вот копаю, вот так стыкаю, вот на такую глубину, вот так поднимаю, вот такой скоростью бросаю. На следующий день солдату второму тоже дают запад, и следят, как бы, ой, ты не на ту глубину, штык воткнул, ты не на ту высоту подбросил, да, то есть, как бы, вместе. И на третий день уже солдат, как бы, работает, да, дембель стоит и курит там в сторонке, да, и наблюдает. Вот у нас то же самое, да, то есть, сначала вместе, и чем быстрее вы будете самостоятельнее, чем быстрее вы научитесь преодолевать свои страхи, все деньги лежат на сцене. Что такое сцена? Сцена – это выступление на вебинаре, сцена – это ваши самостоятельные презентации, сцена – это ваши домашние кружки, сцена – это ваши эксперты, Тепанавыч. Чем быстрее вы превратите вот этого самостоятельного солдата, тем быстрее будет у вас рост. Следующий принцип – принцип глубины. Все настоящие лидеры, уходят на глубину, да, и эта глубина зависит только от вас. В глубине лежат бонусы, да, то есть возможность собирать, как бы, огромное количество денег, они лежат именно в глубине, вот, да, то есть, как бы, и в свое время, когда я очень-очень быстро сделала бриллианта, мои спонсоры мне пришли, да, вот спонсорская мудрость, они меня не просто поздравили, ну, как бы, сказали бы, там, Наталья, там, ты бриллиант, поздравляю, они взяли, как бы, и поздравили из-под вы подверта, они сказали так, Наталья, мы тебя поздравляем, но желаем тебе как можно быстрее стать настоящим бриллиантовым директором, потому что бриллиантовый директор – это не тот человек, у которого шеи света, а бриллиантовый директор – это тот человек, который получает бриллиантовый бонус, и я думаю, ну, надо же, вот, е-мое, да, как бы, даже с поздравлением меня научили, да, поэтому я тоже хочу вам сказать об этом, что, да, есть звание, но если вы зарабатываете, если вы научились, как бы, ну, не будьте вы штирлицами, там, не будьте вы жадными, но поделитесь, сделайте так, чтобы ваши люди зарабатывали, каждый каталог, ваша команда должна расти минимум на один уровень в глубину, а если это онлайн, то это, конечно, может быть, там и на 50 уровней в глубину, каждый месяц, каждый, да, каждой ветке по 3-процентнику, это значит, что мы каждый новый каталог выращиваем менеджера, и это реально, и я думаю, что это в вашей команде такие же принципы, и если этот человек не хочет, то вот этот принцип лево-право, да, как бы, если он не ведет, если он не готов, если он только для себя покупает, сделайте шаг в глубину, посмотрите, может быть, там есть люди, кто хочет, а нету, посмотрите в этой веточке, посмотрите в этой веточке, всегда можно найти, с кем работать, да, как бы, еще не хочет этот человек, еще углубились на один, посмотрите, скажи, я тебе даю право первой линии, посмотри направо, посмотри налево, давай работать, вот бизнес, вот моя система, вот вебинары, вот сайт, вот спортирование, да, вот техника рекрутирования, То есть, как бы, вот этот вот принцип всегда искать. Поднимитесь либо на шаг обратно, может быть, там кто-то развелся, кто-то женился, кто-то родил, и постоянно такое бывает, что вроде бы ты пошел в глубину, пошел, блин, все, ветка остановилась, не прорастает, ну не прорастает, как бы я вот не пристал. Но вернешься назад, как бы, ой, а тут эта родила уже с коляской ходит, ну давай с ней буду работать. То есть, все равно эта ветка будет как-то развиваться. Следующий принцип, это принцип не ждать результатов быстро, как бы принцип 20 уровней минимум. Пока на 20 уровней вы не вырастите свою ветку, пока вы не проспортируете этого человека внизу и не пожмете ему руку, то значит, как бы еще у вас не такой хороший бизнес, да? И нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. То есть, как бы, мы уходим на глубину. И когда я стала говорить о том, что у вас должен быть 20 уровень, у меня первое время, вот у новых менеджеров, у них глаза были квадратные. Как это так? Потому что у одного чемодан первый, второй уровень, первый, второй. У другого чемодан первый, второй, третий, первый, второй, третий. У третьего сковородка первый, второй, первый, второй, а у четвертого там еще что-то. Тот вообще продает сам. И это не классика. Это как раз вот те фальшивые ценности, которые сегодня есть в сковородке, а завтра нет сковородки. И вот этот принцип, они вечны. Следующий принцип, это ищи тех, кто ищет и обучай их. Спонсировать людей, ключевых партнеров в каждой группе. И что значит спонсировать? И вот этот вопрос задавали тоже индонезийкам. А когда вы перестаете работать с этой веткой? Вы знаете, у меня появился вот директор, и она так говорит, ой, в скамейке вот подо мной открылся директор, я вот перекрещусь, как бы его зовут. Я говорю, слушай, у тебя когда под тобой появится директор, то только самое интересное начинается, просто другая работа. Потому что твоя задача, чтобы как минимум три было директора в глубине, вот тогда ты можешь более-менее как бы расслабиться, да, то есть как бы лично, лично координируем работу этой вашей ветки, каждой веточки, не расслабляемся, пока там не будет нескольких директоров. И вот, вы знаете, действительно, я поняла такой очень важный момент. Вот когда мы общались с Тевруком, да, это такой очень сильный лидер Алексей Теврук, вы все, наверное, тоже наблюдаете, слушаете его ролики супер-мега-мотивационные, как бы он подождите на Пентасевиче, как бы, и он, конечно, так вот прям очень пропитан этим лидером, да, вот. И как работает Теврук? Да у него каждый день планерки. Утром и планерка вечером. Планерка утром, планерка вечером. Ребят, вот я как бы на сегодняшний момент у меня планерки проходят раз в неделю. Если я завтра принимаю решение и иду на результат, то только в таком темпе, когда планерка утром, планерка вечером, планерка утром, планерка вечером. И обычные вопросы, да, как бы, какие у тебя новые люди, какой у тебя новый уровень глубины, кем ты работаешь сейчас, как бы, кому ты проводишь встречи, кем ты вместе проводишь встречи, кто у тебя уже сам проводит встречи, познакомь меня с трехпроцентником, кто у тебя, какие у тебя есть вопросы. То есть, смотрите, как бы, это как раз вот эта та ежедневная коммуникация, которая в вашей империи будет обеспечивать каждый день мощный рост. И вы должны сохранять этот темп, потому что у вас такой мега-лидер, это Лиза, которая сквозь бомбежки, да, сквозь какие-то бомбардировки, она такое преодолела. И когда сегодня в вашей стране, в вашем городе есть все условия, да, мирное небо над головой, красиво, говорят, там у вас там и пальмы насажали, и как бы все это фу-фу-фу, все там прекрасно. Ребята, да все условия есть для того, чтобы работать. Поэтому нужно воспользоваться этим и делать по максимуму. Если Лиза во время войны в палаточных лагерях смогла сделать эти там 4, 5, 6 веток, помогая людям, у которых даже паспортов не было, да, я вспоминаю ее историю, когда она говорила, ой, да кому мы нужны, у нас даже паспорта нет. Да вы шведам нужны, как бы, да, может быть, и вы не нужны здесь, как бы, а шведам вы точно нужны. Да, поэтому бери, не хочу, работайте сколько хотите, но под вашим контролем вот этот темп, его нужно обязательно задать, он не берется из воздуха. Вот вы берете своих там несколько человек и начинайте утром-вечером, утром-вечером, что будем делать, что сделали, что будем делать, что сделали. Да, то есть, как бы, это вот Севрук, 10 лет назад, 5 лет назад, сейчас слушаешь, как бы, утром собирает всех, как бы, и обзвон делать, что будете делать, вечером, что сделали, что не сделали, почему, а что будешь делать завтра, как бы, да, то есть, вот оно и так. И всегда будут люди, которые будут, может быть, лучше, умнее, выше, сильнее, как бы, но мой принцип такой, сравнивать себя сегодняшнего с тобой вчерашним, потому что та Фоменкова, которая была год назад, это небо и земля, как бы, той Фоменковы, которая сегодня. Та Фоменкова, которая была две недели назад, это не та Фоменкова, которая сидит сегодня перед вами. И да, у меня есть ориентиры, да, я всегда наблюдаю за вашей командой, за Лизой. И честно скажу, конечно, это очень круто, да, вот Лиза стала совладельцем компании. Блин, вообще, вот это меня прям, знаете, заводит как, когда ты приходишь, обычная учительница из Чехова, тебе, вот видите, первая фотография, мне в первом заказе подарили футболочку бесплатно за то, что я на 20 баллов сделала заказ. И я в этой футболочке полуторагодовалым ребенком проходила все лето, рассказывая презентации, под тем кустиком, под тем лавочкой, под той домиком, под этим. То есть ни офиса, ничего, было лето, как бы, не было ни костюма, ни какой-то машины дорогой, ни мобильного телефона, ни вебинаров, ничего, да. И вот эта фотография, которая в розовом платье, в Нобелевском дворце, да, как бы, королевы Швеции, и это действительно такой прорыв, как бы, и это ежедневная кропотливая работа над собой, да. И я всегда говорю, что, да, может быть, я не как Лиза, я не стала еще владельцем, да, совладельцем компании Replay, но меня это заводит, мне это интересно, у меня это написано в планах. Когда бы еще в голове вот эта девочка в футболочке написала бы себе, я хочу стать совладельцем крупной международной компании. Ну, справку бы сразу выпитали бы, кто бы услышал бы или увидел, да. Но, ребята, как бы, у каждого из вас, и у меня, и у вас есть возможность стать акционером компании. И один акционер компании, Лиза Джабраиловна, сегодня сидит на этом вебинаре, а Томила всегда говорила, если это сделал хотя бы один человек, значит, все могут повторить. И, вы знаете, вот в нашей компании много разных программ проходит. И я хочу сказать, что, да, когда я начинала, у меня была съемная квартира, как бы, и я всегда, Никита вспоминает, это мой сын, как говорит, мама. А ты помнишь, ты рассказывал о презентации, а я чем занимался? Ты мне вывалишь кучу машинок там на пол, а я поймаю таракана и вот машинку катаю по этому таракану. А он так хрустит, так хрустит. Понимаете, вот, ну, начинали, вот, да, вот так начинали, что съемная квартира, обои скотчем приклеены к потолку, тараканы, по которым машинки катали там, да, и сегодня прошло всего лишь там, ну, чуть больше 10 лет, да, у нас есть шикарная квартира там больше 100 метров. И когда я заказывала кухню там 8 метров длиной, блин, там эта тетенька, которая мне расчеты делала, как бы, шкафов, она там, у нее слюни вот так вот текли там, да, сегодня есть вот такой шикарный офис, сегодня есть дом. Ребята, это всего лишь 10 лет. У моих родителей больше 40 лет ушло, работая на обычном заводе, и когда они получили это все, уже не было ни сил, ни возможности, уже было пенсии, как бы, этим пользоваться. Ребята, здорово, каждый из вас может за 2-3 года полностью изменить свою жизнь. Когда я пришла в Реплэ, у меня не было ни прав, и я говорила так, чтобы я села за руль, да вы что, вообще никогда. Но помните, что каждый день вы сравниваете себя сегодняшнего с тобой вчерашнего. Если я вчера там держалась за руль, за, как бы, за дверку автомобиля и говорила, что я не сяду, я не сяду, то сегодня у меня вот эта вот машина, которую я одна из первых в России получила, эту машину. И я, как бы, опять вспоминаю, когда права только получила, едешь, музыку выключил, там, все, чуть ли не там, двумя руками вот так вот руль держишь. А сегодня уже, как бы, музыка орет, да, там, какой-то аудиокнига читаешь, телефон, и здесь, и все, и, как бы, ты чувствуешь себя уже в комфорте. Да, то есть, как бы, это была зона дискомфорта для меня, зона страха. А сегодня это уже кайф, как бы, да, я уже от этого кайфую, и если я не проехаюсь там на машине неделю, уже там, да, прям, уже скучаешь без этого. Вот, поэтому, вы знаете, в компании Арифлейн вы побываете в самых невероятных уголках мира. И впереди юбилей, будут юбилейные конференции, будут юбилейные подарки, будет Майами. И, в принципе, я знаю, что даже те, кто сегодня сидят на этом вебинаре, неважно, какой вы уровень, вы можете на следующий год, Новый год уже отмечать в Майами. Представляете, это просто невероятно. Ну, как бы, кто-то скажет, да ну, это что, там, мне надо бриллиантов закрыть? Да ну, нет, это нереально. А кто-то возьмет и сделает, и поедет в Майами, и подойдет ко мне, и скажет, Наташа, вот ты там тогда на вебинаре сказала, да, у каждого из вас есть возможность побывать на юбилейной конференции на круизном лайнере. Целую неделю, в самые лучшие страны, 7-звездочный лайнер. Слушайте, мы на том два года назад катались, да, это был первый круиз в моей жизни. 17-этажный дом, 5 подъездов, плывет, и, как бы, вы не чувствуете ни качки, ничего абсолютно. Это такой был роскошный отель, когда я выложила фотографии с ужина, мне подруга пишет в одноклассниках, Наташа, ты вроде бы уехала, ну, как бы, за границу, а ты что, в Большом театре, что ли, Эль, ты чего? Это я на ужине, она охренеть. То есть было такое селфи, и сзади меня 5 золотых вот таких балконов, А наверху огромная-огромная, наверное, 10-метровая хрустальная люстра с кристаллами творожки. Вот так мы завтракали, обедали и ужинали. Вот такой у нас был ресторан на лайнере. И когда мы узнали о том, что, оказывается, лайнерочек-то был так себе, на котором мы ездили, потому что на 50-летие компания снимает не 5 звезд, а 7 звезд. Вот вы знаете, моей фантазии не хватает. Вот я не могу представить, что может быть круче, чем было на том лайнере. Но, наверное, есть. Вот за это я и люблю Арифлэйн, за то, что он показывает нас, он нас совращает, он нам говорит о том, что ты так можешь изменить свою жизнь, ты так можешь круто подняться, ты стольким людям можешь показать, открыть глаза, повести за собой, что от вас все зависит. Вы тот энергайзер, тот человек, который может запустить этот двигатель, вечный двигатель. Ну и в заключение я вам такое маленькое стихотворение прочитаю. А возможности носят маски, маскируются под неприятности. Даже если не веришь в сказку и ругаешь судьбы превратности, подожди, не суди раньше времени, убедишься, все только к лучшему. Не отдайся во власть сомнением, не считай, что все дело случая. Все, что в жизни с тобой происходит, приведет только к большему счастью. Когда силы твои на исходе и судьбе 33 несчастья, осознай, сейчас лучшее время на пороге больших открытий. Не хватает немножко терпения, чтобы в пазло сожить события. Оглянешься назад, все правильно. И спасибо скажешь за прошлое, извинишься за гнев свой праведный и пойдешь навстречу хорошему. Знаете, я не знаю, для вас или для себя я сегодня прочитала эти стихи, но я абсолютно знаю, что из этих ста человек, которые сегодня приводят, пришли на вебинар, кому-то какая-то фраза абсолютно точно нужна. И пусть она вам упадет в ваше подсознание, вы почувствуете себя сильнее, вы почувствуете, что справа и слева есть люди, которые готовы заботиться, которые готовы вдохновлять, поддерживаться, потому что у вас супер-мега команда «Империя роста» и вы реально крутые, потому что у меня в прошлом году ну, как бы несколько новых званий в команде, а у вас, блин, вообще мега-мега-мега большое количество разных званий. Я сейчас не льщу и просто хочу сказать, что действительно ваши директора, ваши топовые лидеры, они делают огромную работу, и ваша задача припиявиться, задавать больше вопросов, ну, и как бы делать, делать и делать. До встречи на наших конференциях, до встречи на лайнере, буду рада, если мы с вами там на этом крутом телезвездочном лайнере встретимся и поднимем бокал шампанского и выпьем за ваш новый результат и за ваши достижения. Всем большое спасибо, куда я сейчас нужно нажать, вот сюда. Привет из Москвы, всем огромное спасибо, ждем в гости, до встречи на лайнере. Тебе спасибо, весь зал вообще горит, ты зажгла весь зал, всех людей, всю и мою семью. Я же сказала, что она зажигалка, это действительно зажигалка, это действительно доброй души человек, это человек, который искренне делится, искренне зажигает, искренне мотивирует. Это человек, вот видели, как от всего сердца это все шло, вот прямо она не сидела в своей квартире, она прямо вот как бы в монитор уже дойти до всех нас хотела, достучаться до нас всех хотела. Да-да, это бомба, это точно бомба. Спасибо тебе огромное, Наталья. Смотри, как зал реагирует на тебя, мы очень благодарны тебе, мы очень любим тебя. И обязательно мы встретимся на лайнере на 50-летие компании Арифлейм. Вам всем, дорогие мои, дали такой заряд, такую мотивацию. И вы, я точно знаю, что сегодня не уснете, вы начнете свои мечты корректировать, реализовывать, думать, направлять и так далее. Я вам всем желаю, чтобы действительно у вас сегодня были сны про ваши мечты. Каталог заканчивается, осталось, ну, где-то 3-4 дня, да, среда, четверг, пятница, суббота это просто так. Поэтому сейчас вот прямо вот на этой энергии, на этой волне, я знаю, что вы многие не спите по ночам, хотя я вас всех ругаю, что надо спать по ночам, ну, что теперь делать, новое поколение, молодые люди по ночам не спят, то, знаете, значит, давайте делать результаты. Молодцы, молодцы, спасибо тебе огромное, Наталья. Ты прямо, меня тоже вдохновила, и меня прямо, можно сказать, на 50% выздоровела. Да, да, да. Ну что, всего вам доброго. Если у нас будет много еще новых бриллиантовых директоров, мы Наташу к себе на Кавказ отвезем. Пригласим и повезем. Я думаю, Наташа нам не откажет. Отлично. Спасибо всем. Спасибо огромное. Спасибо команде Наталье Фоменковой. Вам очень везет, имея такого лидера. Ну, всего доброго. До свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok